Не рожден для славы тот, кто не знает цену времени, а тот, кто не терял его даром, оставил свой след в истории. Сегодня я расскажу вам о том, чем запомнился этот день в истории российского флота. Сегодня день воинской славы России. 1 декабря 1853 года, во время Крымской войны, русская эскадра под командованием адмирала Нахимова разгромила турецкий флот при Синопе. 161 год назад пароходов «Фрегат Бессарабия» прибыл в эскадру адмирала Нахимова с известием о начале войны России с Турцией. Адмирал написал, с уверенностью в своих командирах, офицерах и командах, я надеюсь, честью принять сражение. Тогда, к началу войны, боевая подготовка русского флота была на высоком уровне. Идти к победе приготовились более 100 кораблей, полторы тысячи офицеров и более 30 тысяч матросов. Синопская победа России стала серьезным ударом для Англии и Франции. Повлияла на последующий ход войны. Время войны сорвала готовившийся турками десант на Кавказское побережье и лишила их возможности ввести боевые действия на Черном море. Пароход «Бессарабия» не только сообщил о начале войны, но и принял участие в боевых действиях. Его командой, без единого выстрела, был захвачен турецкий пароход «Меджарит-Тиджарет». А вот эту морскую фуражку, которая хранится в нашем музее, с гордостью носил сам Павел Степанович. Именно она обрамляла строгий, суровый профиль с горбинкой адмирала Нахимова на полотнах известных художников. Профиль адмирала изображен и на медали Нахимова, учрежденной в его честь и на ордене его имени. Но это уже совсем другая страница морской истории, к которой мы обязательно еще вернемся. До новых встреч!